В Белгороде наградили победителей и призёров 11-го открытого фотоконкурса имени Собровина. С каждым годом творческое состязание расширяет географию участников, выходя далеко за пределы страны и обретая статус международного. В 2020-м конкурсу присоединилась Прибалтика. В этом году — Германия. 78 участников, порядка тысячи работ и всего три номинации — жанровая фотография, пейзаж и портрет. Победителем сразу в двух стал фотограф из Ставропольского края Андрей Смольников. Награду достойны его снимки «Небесный лёд» и «Выжившая в Освенциме» и «Дахау». Последнее фото — история участницы Великой Отечественной войны Анны Георгиевны Хорошиловой, перенёсшей все ужасы жизни в концлагерях. Я снимал её несколько раз, и всё это было ни то, ни так. И когда я как-то раз не приехал, просто к ней приехал гость, у меня автоаппарат был с собой, мы посидели, попили чай, и мне пришла идея стабилизировать её возле окна. И когда я отодвигал стол от окна, открывал шторы, а показалось, что она живёт в старом домике, показалось, что над окнами есть ниша большая. И в этой нише она хранила календари. Вот эти календари символизировали прошедшие годы. То есть получилось сделать так, чтобы всё фотография работала на образ. В ходе отбора работ для экспозиции оценивалось не только умение фотографа работать с кадром, но и так называемый пост-продакшн. Выставочный зал галереи не смог бы вместить все понравившиеся экспертам жюри фотоснимки. Для участников, которые не заняли призовых мест, учредили неофициальную номинацию, а особые упоминания жюри. Традиционно оценивалось фотографии, естественно, по главным понятиям. Это художественная ценность, это композиция. Новизна в то же время, потому что, допустим, в пейзаже есть уже много традиционных вещей отснято. Но когда народ снимает что-то по-новому, это тоже интересно.